Девушки отдыхают Лабиринт? Ты помнишь, царь Мино спросил меня придумать, куда бы понадёжнее засадить Минотавра? Да так, чтобы он сам не смог выйти. Заодно это будет новый вид страшной смертной казни. Минотавр будет съедать заблудившихся в лабиринте. Неужели ты не оставишь им возможности выбраться оттуда? Они не смогут её воспользоваться. Тайну лабиринта буду знать только я. Зачем ты подсматриваешь за мной, Икар? Хочешь узнать тайну лабиринта? Тайну лабиринта я открою сам. Я хочу узнать, как ты всё придумываешь. Разве птица может объяснить, как она строит своё гнездо? Глядя на птицу, и я могу построить гнездо. А на тебя смотрю и смотрю, но у меня всё равно ничего не строится. Когда я творю, моя душа не подвластна мне мне, никому-либо другому, только самой природе. Ты можешь повторить движение моих рук, но не можешь повторить движение моей души. Я думаю, что кроме неподвластных тебе движений, есть подвластные тебе секреты. Именно они помогают тебе строить то, что кому-то нужно. Хотя бы и лабиринт. Теперь ты подсматриваешь за мной, отец. Не волнуйся, я не раскрыл тайну лабиринта. В лучшем случае я способен прорыть на руках крот. Не так плохо, сынок. Мне тоже приходится продолжать. Я тоже отталкиваюсь от того, что вижу, как птица отталкивается от земли, чтобы взлететь. Но ты постоянно создаёшь что-то новое, ни на что не похожее. Как сказать? Новое не берётся из ничего. Всего три-четыре камешка, а сколько божественных узоров можно сложить. Но дано это далеко не каждому. Но откуда ты знаешь, какие камни нужно выбрать из грузы? Наверное, есть какие-то правила. В любых правилах мне было бы так же тесно и неуютно, как в лабиринте. Но ты бы не заблудился в своём лабиринте. Значит, ты просто создаёшь свои правила. И я дойду на них. Икар, что ты сидишь в темноте? Да ещё в окружении летучих мышей. А мы с ними друзья по несчастью. Пока ты меня ничему не учил, моя мысль свободно парила. А теперь, когда я столько знаю, она бьётся, как загнанная в лабиринт. А я тебя ничему не учил. Я просто рассказывал, как я творил, как если бы видел себя со стороны, и не более. Тайна творчества для меня по-прежнему одна из многих и многих загадок природы. И для такого гения, как ты, ещё есть какие-то загадки? Ответ на этот вопрос найден мудрецами ещё до нас с тобой. Твои знания — это маленький круг, а мои — большой. Но всё, что осталось вне этих кругов — неизвестность. Маленький круг мало соприкасается с неизвестностью. Чем шире круг, тем больше его граница с неизвестностью. И впредь, чем больше ты станешь узнавать нового, тем больше будет у тебя вопросов. Кажется, я понял, что со мной произошло. Я просто замкнулся в кругу своих знаний в скорлупе известного. А ты всё время выходишь на границу с неведомым, всё больше расширяешь круг своих познаний. И неизвестность дарит тебе за это всё новые и новые открытия. Я должен вырваться отсюда как можно скорее, иначе я сойду с ума. Если бы я хоть раз увидел план лабиринта, я бы его запомнил, нарисовал и сумел найти верный путь, но план ты держишь в голове. Жаль, выведи меня отсюда с завязанными глазами. Пусть тайну разгадают другие. Всё равно люди когда-нибудь соберутся вместе и придумают, как отыскать путь не только в этом, в любом лабиринте. Того, что они соберутся вместе, умнее они не станут. А пока родится равный мне гений, многие промучаются в напрасных поисках. Не жалей. Вот ты как. Значит, я должен не только поскорее выбраться отсюда, но и раскрыть тайну лабиринта людям. Ты хочешь невозможного. Раскрыть тайну лабиринта можно, только находясь в лабиринте. Смотри, вот большой круг того, что можешь ты, отец. За его пределами невозможное. Но я надеюсь отвоевать у этого невозможного, у того, что не можешь ты, маленький круг того, что смогу я. Я помню, как я находился в какой-то очень темной комнате, мягкой стенке, и вот сбоку я сидел, скорчевшись там в этой комнате. Ничего не было видно, это было совершенно темно, черный свет, и вокруг только были маленькие звуки какие-то были слышны. И вот так продолжалось очень долго. Я помню, что вот это время, которое было, я помню, что я был сначала маленькой, а потом стал чувствовать больше и больше и больше. И многие вещи, которые я видел плохо, потом я стал хорошен. И потом, значит, я однажды, когда было совершенно еще темно, и я ничего не видел, вдруг на стене, против меня, я увидел большое красное пятно. Совершенно красное, но сначала было не очень большое, а потом у меня чего все не видевается, и делается все ярче, ярче. Даже глазам было больно меня вот смотреть. Потом, через некоторое время, оно вдруг стало очень большое, очень светлое, потом оно как-то там раскрылось и далее, и меня вдруг сзади кто-то или что-то, как стенка от стенки, или от того, на чем я лежал, начало меня выталкивать в это отверстие. И выталкивать меня в это отверстие. И так все светло было, так больно глазам было тогда. Я помню, как-то меня взяли, кто-то из... Я не упал, а где-то опять лежал у кого-то, у какого-то, я не знаю, как что-то говорили, звуки, я разные слышал, люди, которые были рядом. Вот это первое, я впечатление такое получил, суть, которая считалась моим раздельцем. нагрузка, как будто из магазинаyczного базарта, и куда-то ждал, и я напомню думаю, человек это не могу, это значит, судя, тебе банкротство и где-то понимает, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...